экономика крепость россии выставила 630 миллиардов долларов это заголовок статьи и анализ специалистов cnn бизнес такое очень сильно расстраивает западных партнеров которые не могут дотянуться до всех этих денег и что еще хуже тонкости состоит в том что эти деньги будут потрачены внутри россии кому такое понравится уж точно не сюрприз сюрприз олегу дерипаски который в очередной раз отметил со прогнозом очередного конца света железный занавес между россией и западом уже опустился за ее известный российский бизнесмен нас ждет жесточайший экономический кризис можете умножить кризис 1998 года на 3 чтобы понять масштабы выход из этого кризиса с учетом накопленного опыта и понимая что произошло будет найден тем не менее первый шаг достижения мира сказал он выступая на красноярском экономическом форуме также он призвал поддержать население яхту почему-то правда чтобы вырученная раздать трудящимся продавать не стал однако есть и второе дно у всего происходящего ладно там 630 миллиардов которые нельзя украсть у россии хотят чего скрывать такое безусловно обидно недавний выход например бритиш петролиум из союза с нефтью раз за разом возвращает все что было красиво утащено у советского союза цветы и как вы помните 90-е под крыло государства это печалит хоть западных партнеров хоть лучших людей россии сильно больше например оцените только один шаг на днях михаил мишустин дал поручение министерству финансов осуществить массовую скупку акций российских компаний за счет средств фонда национального благосостояния на общую сумму в 1 триллион рублей это ведь так прекрасно что одним словом и не скажешь да да пока со всех утюгов и такое уже было к слову в 2014 со всеми этими же долларами за 200 рассказывают что все пропало вокзал отходит и фондовому рынку в россии конец концов как им не надоедает хотя да работа же такая государство выкупит по дешевке акции крупнейших компаний которые вернутся сюрприз в госсобственность что еще больше усилит россию и еще и увеличит тот самый фонд потому что акции свое рано или поздно отыграют сбер газпром яндекс раз нефть и так далее слишком мощные и за ними стоят реальные активы в отличие от дутых акций телефонов с особо скругленными уголками которые без российского кстати сапфирового стекла еще и производить не выйдет конечно мы предвидим стоны а что от этого будет для простого народа которые уже набили оскомину и которые забавно так недавно прекращались на всей территории российского сегмента интернета когда дядя шайку очень удачно в одно гнездо кибернетических операций ракетой попал у одних наших соседей если вы понимаете о чем мы говорим но согласитесь а что раньше простому народу прихватизировавший собственники раздавали лимузины и 13 зарплаты или все-таки выкачивали все до последнего в офшор что кстати сейчас тоже из-за указов путина стало невозможно тот и оно если заводы работают внутри россии и их нельзя закрыть по щелчку из-за санкций снаружи такие заводы будут приносить пользу всем стране хотя бы налогами на которые будут строиться дороги мосты и другие заводы и это очень очень хорошо понимают и в кремле и что самое главное в вашингтоне а потому это далеко не конец истории друзья в связи с отменой монетизации на ютюбе продолжение нашего проекта возможно только с вашей помощью те пять минут которые вы смотрите дважды в день эта работа автора монтажера редактора мы просим вашей поддержки и помощи пожалуйста поддержите нас даже 50 рублей это весомый вклад номер карты вы найдете в описании к этому ролику мы надеемся на вас заранее спасибо вместе победим